Мастер-класс Про диагностику судорожного и бессудорожного эпилептического статуса Про контроль его лечения, про мониторирование состояния пациентов, находящихся в отделениях реанимации Тема очень актуальная, новая, очень современная в том, что больные, которые в критическом состоянии Особенно с поврежденным головным мозгом требуют адекватного нейрофизиологического мониторинга В том, чтобы не только нейрофизиологи получали какие-то данные А именно интенсивист, который имеет непосредственное отношение к больному Мог на основании полученных результатов проводить более грамотную интенсивную терапию Образовательный курс «Нейрофизиология критических состояний» Проходил в клиническом медицинском центре Московского государственного медицинского стоматологического университета имени Евдокимова Этот центр был задуман как университетская клиника Которая, по словам ее основателя и руководителя, главного внештатного нейрохирурга Министерства здравоохранения России Академика Крылова, должна соответствовать трем главным требованиям Она должна иметь мощную материальную базу, условия для обучения и условия для пациентов Для того, чтобы внедрять современные технологии, необходимы курсы обучения молодых врачей В хирургии существует так называемый «золотой возраст» Период, когда мы имеем дело с золотым специалистом Во-первых, это должен быть молодой человек, у которого есть очень хорошие амбиции стать специалистом Ему где-нибудь лет 30-35 Мы его очень активно обучаем И потом он является носителем очень серьезной технологии, которую начинает очень активно внедрять в практику На него идут больные, он очень много оперирует, у него очень хорошие исходы И вот на протяжении возраста от 35 до 55 лет, вот этот период, когда он физически здоров, он активно работает Он уже знает технологии, обучает молодежь, он становится одним из лидеров того или иного направления И вот одним из элементов подачи и освоения знаний является так называемые мастер-классы На 2017 год на базе клиники будет проведено 26 мастер-классов с участием нейрохирургов, неврологов, нейрофизиологов, эпилептологов, челюстно-лицевых хирургов, офтальмологов, отоларингологов и многих других Все образовательные курсы имеют общую особенность Мы должны обучить хирурга выполнение определенного вида операции Для этого мы должны ему дать основу теоретических знаний, почему он должен это делать Научить его мануальным навыкам, чтобы он использовал эти навыки на симуляторе, потом на морфологическом препарате И потом участвовал в операционной с хирургом, с ведущим хирургом И когда он приезжает к себе в клинику, он начинает выполнять определенный вид оперативных вмешательств Внедряет их в практику, приезжает и осваивает новые методики и так далее По окончанию курса все слушатели получат сертификаты и баллы непрерывного медицинского образования